здравствуйте добро пожаловать на канал Адалина Челлина меня зовут Елена и я занимаюсь созданием украшения ручной работы смотрите сегодня хочу вместе с вами сделать сережки вот у меня тут смотрите одна есть сережечка вот такая вот такая вот она длинная такая цветочная вдохновилась я ну чем фуксией вистерией в общем всеми вот этими красивыми цветами она такого немного необычного цвета видите она зеленая с черным вот такой вот немножко более вечерний что ли менее скажем яркие вернее яркие но менее совсем уж девчачий вариант в общем смотрите вот такая попытаюсь показать со всех сторон что называется вот такая вот сережка сейчас вместе с вами и и сделаем смотрите что понадобится понадобятся лепесточки у меня они вот такие зеленые сатиновые красивые ссылки на то что найду оставлю внизу ну лепесточки могут быть в общем то любые далее понадобятся бусинки какие-то вот цвет у меня вот такие ведь они темно-темно темно-темно зеленые стеклянные понадобится кань крупная бусина ну вот у меня вот такая совершенно шикарная фольгированная капля посмотрите классно у нее отверстие идет вот так вот вот далее я еще буду использовать вот такую это риволи с дырочкой такой как подвесочку ведь он тоже такой зеленоватый очень красивый понадобится швенза у меня вот такая вот обычный английский замочек темненькая понадобится колечки в моем случае такие крупненькие вот кстати хочу напомнить что вот эти кольца рифленые они очень хорошие они классные не очень такие прочные очень замечательно носятся в темном цвете серебряном цвете и в золотом ничего так в цвете кейси золото такое более как розовое золото отвратительное совершенно так что просто имейте ввиду но вот черные серебряные вот носятся классно меня тут влажный климат я пользуюсь лосьонами духами очень неаккуратно ношу в общем-то украшение но носится прекрасно как новая уже два года украшению таскаю в летом много и я не как вот так эхуая как говорится далее понадобятся еще колечки маленькие у меня такие они вытянутые овальчики так что еще понадобится пины вот такие вот с круглой головкой вот ну или шляпками вот и понадобится пин вот ушком такой вот так что вроде все понадобится еще инструмент понадобится пассатижи кусачки и вот такие кругленькие круглогубцы так давайте начнем собираю я сережки снизу вверх давайте сейчас накрутим на пины то что надо накрутить и будем собирать начну я вот с вот этих малышей вот видите так тут одно одно у меня накручено кручу их очень просто сейчас покажу так просто вставляю беру вот эти круглогубцы круглогубцы конечно лучше тоненькие от иметь для таких работ просто вот так вот закручиваю так вот так вот просто еще 2 Так, ну, как всегда у меня с телефоном что-то случилось и пропустила, как сделала я вот эту бусинку Ну, бусинку просто сделала на пине Сейчас покажу на другом Смотрите Вот так вот Здесь, в моем случае, тут не важно с какой стороны будет эта петля вот, куда она будет смотреть поэтому я просто произвольно отогнула на 90 градусов оставила где-то 5-7 миллиметров тут кому как удобнее Вот, мне если не принципиально важно я делаю побольше петлю мне как-то удобнее вот, и загибаем ее круглогубцами вот сюда вот так иногда приходится немножко как бы подогнуть и подогнуть еще вот так ну, все получается такая петля все вот здесь у меня и вот получилась вот такая капелька вот такая так сейчас будем собирать, собственно сережку собирать я ее буду снизу снизу вверх вот так так, теперь смотрите буду использовать такое колечко наверное вот и начну снизу снизу в самом низу у меня вот находится вот это ривари где я его конечно удобнее вот так теперь тут у меня получается одно пустое колечко и закрываем далее на вот это кольцо у меня уже надеваются бусинки то есть я надеваю одну бусинку потом вот это вторую бусинку и закрываем видите получается уже вот самый низ этой сережки вот вот да следующее еще одно кольцо открываю надеваю бусину далее вот это колечко и еще одно бусину так и следующее у нас тут что? еще одно колечко так теперь кольцо еще одно открываю надеваю опять же вот эту за колечко видите между бусинками получается проходим далее вот эту бусину крупную и закрываем видите получается уже вот так теперь здесь у нас получается два пустых маленьких колечка и дальше цветочки вот сейчас собственно надеваю вот так вот так еще одно колечко пустое и вот так и закрываю вот так теперь открываем побольше кольцо надеваю надеваю вот так лепесточек дальше колечко цепляю вот так и лепесточек вот так вот и опять же закрываю вот уже почти почти теперь открываем кольцо Теперь я, ну мне так нравится, поэтому я делаю так, надеваю вот с другой стороны, как бы разворачиваю этот лепесток, вот так, дальше надеваю еще один, вот так, и швензу. Все, ну что, так вот у нас легкими движениями руки горстка пластика из стекла превращается в элегантные вечерни серьги, ну что, в общем получилось вот так, я потом сделала какое-нибудь красивое видео такое с ними, вот, и вставлю, ну получилось вот так, вот такие вот они. Плюс хочу вот отметить вот этих чудесных совершенно лепестков, ну и этих, и других всяких, ну особенно вот этих, они невероятно красивые, вот эти сатиновые лепестки, у них такой чудесный эффект, ну такие они вот, очень необычные они смотрятся, так заметно что ли, но при этом они очень легкие. Давайте, давайте, похвастаться же, смотрите, это вот у меня были первые, собственно я их сделала и поняла, что не могу я остановиться, сделаю вот такие, посмотрите, это вот синенькие, тут у меня гвоздики, давайте начнем сверху, гвоздик, видите, с синим фианитом, вставила я сюда, синие лепесточки, синие, вот такая шикарная бусина, вот, кстати, если найдете такие бусинки, напишите мне ссылочку куда-нибудь, потому что они такие классные, но я почему-то их найти не могу, вот, когда они были, я купила все такие красные и синие, больше их не вижу. Вот, а вот эти вот подвесочки, это гематит в розовом золоте, вот, в общем, вот такая красота. Так, тоже вот они, очень эффектные и легкие. Далее, еще одни, еще одни, это вот такие красненькие, куда без красного. Вот они тоже сатиновые, сатиновый красный. Здесь у меня, видите, два размера лепесточков, поменьше, побольше, такие прям грозди получились, и вот подвесочка вот такие светло-зеленые. Мне захотелось чего-то такого контрастного. Вот такие, да. Собирать по тому же принципу все это. И еще, еще одни есть, представляете? Так, и еще, вот такие, вот. Эти уже поменьше немного. Видите, тут вот сатиновые лепесточки у меня. И вот такие, похожие на ракушки. И тут, видите, везде я использовала вот эти вот риволи. В общем, ну, мне было, как всегда, весело все это делать, очень интересно, приятненько. И вот такой прям, куда уж разнообразнее. Ну вот, большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно на это все посмотреть, сделать сережки вместе со мной. Напишите, носите ли вы крупные серьги, нравятся ли вам вот такие крупные серьги. В общем, что вы вообще думаете о пластике в украшениях. Как я уже говорила, я вообще не с ног ни разу, мне кажется. Мне кажется, что в умелых руках, при наличии какой-то фантазии, какого-то вкуса, можно хоть из чего сделать конфетку. Вот. Ну, а если еще зачитать все это умело, так и носить можно вообще все, что угодно. Так что, ну, это мое мнение. Напишите свое, пожалуйста. Ну, вот так вот. Такие вот у меня яркие серьги. Буду искать им хозяека. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok